Здравствуйте! Вы смотрите новости на Стмэгги ТВ и сегодня в выпуске. Никто не забыт, ничто не забыто. Приближается 69-я годовщина победы во Второй мировой войне. Гордость горских евреев, абсолютный чемпион США по дзюдо Леонид Симахов выступит на пятом международном юношеском турнире «Весенние надежды». Чтим традиции и обычаи. Подготовка к шабату в Московской хоральной синагоге. Приближается 69-я годовщина победы во Второй мировой войне, унесшей жизни более 50 миллионов человек. Героизм тех лет никогда не забудется. Каждый воин стал неприступной крепостью на пути врага. Любовь к отчизне, матери, родной земле придавала силы бойцам и командирам. В конце 1944-го, начале 1945-го годов мощное наступление частей Красной армии предрешило исход кровопролитной войны. Наконец, 9 мая 1945-го года над Рейхстагом было поднято знамя Великой Победы. С той поры прошло 69 лет. Великая Отечественная война не обошла стороной и Красную Слободу. Страшная весть о начале войны молнией долетела до поселка, заставила молодежь взяться за оружие. На передовую отправились около 650 горских евреев. Многие из них погибли смертью храбрых в боях против немецко-фашистских захватчиков. Одним из тех, кто встал на защиту родины, был Рувин Беньяминович Гелилов. Родившийся в 1926 году в Красной Слободе, Рувин был призван в действующую армию в марте 1944-го. После окончания краткосрочных армейских курсов в дагестанском городе Буйнакске 18-летний боец отправляется на Белорусский фронт. В сражениях с гитлеровскими полчищами он демонстрирует отвагу и доблесть. Вместе с боевыми товарищами приближает День Победы. Грудь вернувшегося в Красную Слободу Рувина Гелилова украшали Орден Отечественной войны и 13 боевых наград. Каждый раз 9 мая ощущаю себя человеком, исполнившим свой долг перед Родиной. Хорошо помню, в первые дни войны сотни представителей молодежи Красной Слободы выстроились перед военным комиссариатом, настойчиво просили отправить их добровольцами на фронт. На передовую ушли 650 моих земляков, многие не вернулись с поля боя. Те, кому посчастливилось остаться в живых, вернулись домой с боевыми орденами и медалями. Мы помним о героизме и самоотверженности Гелила Несимова, Хагая Захарьяева, Талхума Пенхасова, Бориса Рахамимова, Марка Шамаева, Савелия Несимова и многих других. Любовь к Родине и доблесть этих воинов приблизили великую победу над фашизмом. В эти выходные в Московском дворце спорта «Содружество» поклонники дзюдо будут бороться за звание лучшего на пятом международном юношеском турнире «Весенние надежды». Впервые в этих соревнованиях примет участие американская сборная, в состав которой входит горский еврей Леонид Симахов. На соревнования юный спортсмен выезжает при поддержке благотворительного фонда «Смэгги». С абсолютным чемпионом США по дзюдо встретилась моя коллега Инна Захеева. За 9 лет спортивной карьеры в копилке Леонида Симахова насчитывается более 100 медалей и 15 кубков. И это только начало. Дзюдо он начал заниматься с 6 лет по настоянию отца – Вадима Симахова. Уже в 7-летнем возрасте спортсмен одержал свою первую победу на татами. С тех пор Леон занимает на турнирах призовые места. У меня старший брат, он мастер спорта по дзюдо. Он всегда был для меня защитой и примером. Я понял, что этот вид спорта я выбрал для своего сына. Федерация дзюдо США присвоила спортсмену самый высокий рейтинг в своем весе и возрасте. Леонид является абсолютным чемпионом Америки. Более того, еврейская русскоязычная община Нью-Йорка в 2011 году наградила Леонида премией «Человек года» в номинации «Спорт». Ошеломительный успех не вскружил голову мальчику. Он сделал его сильнее. У него более сдержанный характер, более уравновешенный, смелый, он уверенный в себе. В школе в обиду никогда себе не даст, хоть он самый маленький в классе и все его уважают. Родители Леонида родом из Нальчика. Они переехали в Нью-Йорк в 90-х годах. На историческую родину приезжают часто. Со всеми стараются поддерживать контакт. Навещают родственников и друзей из Нальчика и Москвы. Леонид приехал в Россию второй раз. Первый визит не был связан с соревнованиями. Прошлым летом он знакомился с родственниками из России. Сейчас повод не менее важный – защищать честь страны. Ты готов к победе уже? Да. Всех выиграем? Угу. Будем стараться? Да. Ну, молодец. Будем надеяться, что ты победишь. В эту субботу Леонид выступит в личном первенстве. В воскресенье он будет демонстрировать свои умения и ловкость в команде. Технику исполнения японского боевого искусства от чемпиона Америки узнали и мы. А сейчас Леонид покажет основные приемы боевого искусства дзюдо. Берешь за локоть, за спину, тянешь руку и ногу поднимаешь. Задние подножки за спину. А? Да. Ай! Как танго. Последний прием называется японсиоанаги. Сюда берешь и перекидываешь. Международное соревнование под дзюдо – еще одно испытание, которое Леонид пройдет с высоко потнятой головой. Ведь он имеет самое главное качество спортсмена – волю к победе. В иудаизме пятница – день подготовки к шабату. Верующие иудеи делают покупки на два дня вперед. В Иерусалиме раньше, чем в другие дни закрываются магазины. Началом шабата считается время после захода солнца в пятницу. Окончанием – появление трех первых звезд вечером в субботу. О том, как готовиться к шабату в Московской хоральной синагоге – в нашем следующем сюжете. Это идет подготовка уже к шабату, к субботе иду. Мы ставим шабатные подсвечники, шабатные свечи. До наступления шабата остаются считанные часы. Включить свет, подготовить вино для кедуша, свечи, зал. За 16 лет работы администратор Московской хоральной синагоги Александр Нахинзон отточил свои действия и умения до автоматизма. Сегодня, впрочем, как и всегда, он очень тщательно готовится к встрече субботы. Подготовка к субботе, ну, она происходит, во-первых, нужно здесь, вот в этом зале, нужно проводиться большая уборка. Уборка должна быть все, в общем-то, все наносное, все ненужное должно быть убрано. И, в общем-то, она как бы должна сверкать своей чистотой. Этот зал должен сверкать, потому что это суббота, это считается, в общем, такой праздник. То есть такое выражение, как евреи сохранили субботу, так и суббота сохранила евреев. Старейшую московскую синагогу по праздникам посещают порядка 200 верующих. Первый этаж предназначен для мужчин, второй – для женщин. Помимо основного зала, в хоральной синагоге находятся молельные комнаты разных еврейских общин. Здесь, в этом зале, молятся евреи-выходцы из Европы, это ашкинавские евреи. Кроме того, в синагоге еще есть и сифарские общины. Это евреи-выходцы из Кавказа, это евреи-выходцы из Грузии, это евреи-выходцы из Средней Азии, так называемые бухарские евреи, такое название у них есть. Каждое, в общем-то, имеет свое помещение. Но если они хотят, так сказать, прийти к нам, к наш зал, мы всегда, так сказать, рады. Они могут вместе с нами молиться. Вот, и поэтому в каждом зале одновременно с нами проходит и у них молитва. Поэтому, в общем-то, людей, как правило, собирается очень много. Все праздничные молитвы проходят в сопровождении мужского хора и кантора. Кантор – это тот, кто молится от лица всей общины, всего народа. Он должен быть ученым человеком. И музыка должна жить в нем. Московская хоральная синагога была построена в 1891 году. Однако официально разрешение на открытие получили лишь в начале июля 1906 года. С тех пор она никогда не закрывалась. Даже в самые тяжелые времена советской власти она распахивала свои двери для верующих. Это была как бы витрина советской власти. И когда говорили, что у вас нет свободы совести, как нет, вот есть синагога, и люди могут приходить молиться. Вкусная трапеза, роскошный стол, мерцание свечей, сладкое пение. Шаббат – это душа недели. Время, когда пора остановиться и вспомнить, что человек не может делать с миром все, что заблагорассудится, поскольку он является творением Бога. И в завершении выпуска вас ждет регулярная историческая справка. Ровно 72 года назад в еврейской семье в Бруклине родилась Барбара Джон Стрейзанд. В 1959 году Стрейзанд окончила среднюю школу Erasmus Hall, которую посещала редко и где в школьном хоре пела вместе с Нилом Даймондом. Там же она подружилась с будущим чемпионом мира по шахматам Бобби Фишером. В 1962 году Стрейзанд впервые появилась на Бродвее в маленькой роли в мюзикле «Я достану тебе это оптом». В том же году она подписала контракт с Columbia Records. Тогда же она появилась в шоу Эдда Салливана, где привлекла внимание знаменитого пианиста Влади Либерачи. Вскоре он предложил ей сотрудничество, и Стрейзанд стала выступать с ним в Лас-Вегасе. За всю свою музыкальную карьеру Барбара записала более 60 альбомов. Ее ранние работы считаются классическими записями музыки и песен ночных клубов и театров. Первым фильмом Стрейзанд была музыкальная комедия «Смешная девчонка», основанная на жизни Фанни Брайс. Она была специально написана для Барбары сценаристом Джулим Штайном. Эта картина принесла Стрейзанд мировую известность и статуэтку «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». Ее последующие два фильма тоже были комедиями «Хелло, Долли» и «В ясный день увидишь вечность». В фильме 1983 года «Янтл» она выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария. Этот фильм был номинирован на 4 премии «Оскар». В 2004 году, после 8 лет перерыва, Барбара вернулась на большой экран, снявшись в комедии Бена Стиллера «Знакомство с факерами». Этот фильм стал самой успешной комедией в истории, заработав 516 миллионов 643 тысячи долларов. За свои достижения Барбара Стрейзанд удостоилась двух статуэток «Оскар», четырех наград «Золотой глобус», двух премий «Эмми» и более десятка «Грэмми». Ну а на страницах нашего сайта вы узнаете О судьбе солдатской вдовы Шунамид Юсуфовой Горско-еврейский театр «Рамбам» переживает сложные времена И встречи с молодыми раввинами в центре еврита и израильской культуры в Пятигорске Читайте Смэгеком и будьте в курсе всех новостей горско-еврейской общины С новостями у студии была Дильбар Файзиева, Худокумек